всем привет и у нас сегодня по многочисленным просьбам я думаю уже поняли о чем будет сегодня речь да все верно это ferrari это тестероса многие спрашивали когда же будет но и вот пожалуйста весна и каждую весну что-то новое интересное всегда появляется и на самом деле это очень радует не обязательно даже если говорить о ferrari много интересных автомобилей появляется как ни странно но люди интересуются люди всячески стараются завести но в общем-то у многих это удается было бы желание но естественно возможности так что в принципе по поводу каких-то таких знаковых автомобилей все-таки в нашем городе они прибывают но и не только в нашем и это не может не радовать давайте сегодня любоваться шедевром итальянского автопрома причем шедевр такой видите даже с одним зеркалом что тоже достаточно интересно но обо всем по порядку сначала сейчас специально открыл ворота бокса дабы вам показать при естественном освещении к сожалению на улице снять не получится потому что потому что обещают дождь в общем будет у нас сегодня такая в общем-то экскурсионное видео снизу к сожалению тоже не покажу потому что катастрофически не хватает времени но я как бы поверьте на слово снизу здесь все хорошо и это на самом деле достаточно большое исключение потому что автомобили возрастные особенно такие как правило есть до чего докопаться в хорошем смысле этого слова но здесь вот уникальность этого автомобиля в том что делать с ним ничего не нужно и это здорово я думаю это порадует очень сильно владельца но на момент выхода видео он уже обо всем узнал что у него хороший автомобиль можно даже сказать прекрасный во всех отношениях но здесь я думаю в принципе моя задача просто-напросто говорить что-то для фона стараться не отходить от темы все остальное в общем-то пожирайте глазами я думаю кто смотрит это видео тему знают не понаслышке но я думаю что назову это видео ferrari с вашего плаката но у многих были такие плакаты и все помнят эту модель но в общем-то ferrari с постера я думаю это вполне подходящее название к данному материалу но только что вот как раз вам показывал вот эти вот оптику нижнюю достаточно тоже интересная вещь в те годы ferrari в общем-то без какого-либо зазрения совести все делали на саморезах и . а только что он как раз показал эмблему эмблема если внимательно посмотреть но если прям кому будет интересно нажмите на паузу она такая уже от времени знаете как такой какой-то музейный артефакт эмаль немножко такая потрепанная но в общем очень как бы фактурно выглядит но в общем-то да и весь автомобиль весь кузов это что-то с чем-то в принципе если при наличии такого вот автомобиля и большого количества времени я думаю тут можно пару часовой сюжет сделать но вообще думаю если до годы муру сюда запустить в общем с ним надо делать видео с точки зрения техники его немножко поправлять но так в целом он какие-то приколы здесь бы я думаю постоянно находил но это наверное отличительная черта вообще дизайна этого автомобиля вот такие вот продольные планки но и вот эта ручка тоже интересно так открывается дверь я как бывший владелец 355 модели в общем-то то же самое только более мелкого размера там тоже нечто похожее только немножко там меньше насколько я помню этих перекладин но пенинфорина тоже классно забавный размер колес в общем-то много много резины и это не смотрится нелепо но зато комфортно тоже видите есть полезное качество таких вещей зеркало одно она с левой стороны но вот тут момент спорный я если честно сильно не углублялся не буду скрывать не буду врать что вижу вот конкретно эту модель каждый день если честно может быть вижу третий раз жизни но у меня механики те кто давно работают в общем-то повспоминали что несколько штук вполне в годном состоянии еще когда-то приезжала когда они у меня все работали у официальных дилеров так что в принципе эта модель в москве всегда присутствовала но и по поводу зеркала мои честно говоря люди не вспомнили какое именно тут правильно должно быть так что кому не лень посмотрите фотки посмотрите что продается в европе но общем вопрос одно зеркало это понятно тогда и на мерседесах было по одному зеркалу но вот его форма это либо как бы либо придумано тогда и потом стала эксплуатироваться и до сих пор продается на кунцевском рынке либо это что-то инородное какое-то тело что тоже вряд ли в общем то есть повод для размышлений ну и соответственно пишите в комментариях что вы по этому поводу думаете но и какую-то и какую информацию удалось раздобыть забегу вперед скажу сразу что салон очень достойном состоянии но к этому сейчас вернемся пока ходим кругами смотрим на дизайн но честно говоря блин умели делать прикольные вещи в те годы естественно время не стоит на месте куча всего произошло с тех моментов но обратите внимание дизайн по-прежнему очень необычный очень цепляет и какой-то у него реально фантастический внешний вид как будто бы нет задней оптики да но она опять же скрыта вот под этими планочками вот это вот горб на крышке моторного отсека и он сделан как раз для того чтобы туда влез мотор ну то есть и опять планочки 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 но в общем ferrari тогда делали прикольные штуки определенно да и вообще все автопроизводители особенно итальянские делали какие-то нереальные вещи в те годы прям хоть творческий подъем было в дизайне у инженеров ну то есть прям я думаю что это было на все-таки золотые годы хотя сам лично вот конкретно сам больше люблю знаете каких начало двухтысячных годов немцев тоже там всякие прикольные были интересные штуки типа mercedes и всего прочего но не будем отвлекаться что еще здесь прям западает в душу но прежде всего в данном конкретном экземпляре это в общем-то сочетание цвет кузова с салоном потому что красный с черным на мой взгляд это самая правильная тема даже если был бы черный кузов красный салон это тоже классно но красный салон и черный кузов это прямо я думаю ну вот прям как надо вот если было что-то другое но уже не то сейчас будем смотреть салон там тоже куча всяких решений интересных автомобиль на механической коробке передач в общем-то для современного человека это вообще звучит ну представляете до ferrari на механике в 2024 году но я думаю что поколение там людей которые только получили права я думаю вряд ли они даже знаю что это за модель но это на самом деле плохо но диски до диски такие ну видно что очень и очень небольшие но зато много резины ну как говорил выше это здорово а по поводу личинки двери но все все как обычного ferrari все на самом видном месте обратите внимание на стеклах какие раньше были логотипы ferrari но тоже такие прикольные как будто штемпель поставили но спустя многие годы видите ничего не развалилась не выгорело не стерлась то есть все на своих местах ну и конечно же слепая оптика это тоже такой очень 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 круто это смотрится повторители поворота мне кажется у ferrari вот давно вам обещал показать какой-нибудь взрослый автомобиль да и обратите внимание вот поворотники повторители но мне кажется они лет на 30 вперед их выпустили сразу там огромные какие-то мешки и вот ставили 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 и только в последние годы стали что-то они делать без лампочек да ну то есть это хотя форму оставили все равно такую же но тоже свои фишки есть у всех на дальнем фоне кстати на заднем плане до мазерати гран туризма тоже такой достойный представитель итальянского автопрома так как считается я это поддерживаю что один из самых красивых кузовов вообще у купе ну и давайте как раз смотреть что у нас под капотом точнее в моторном отсеке вот такой вот прекрасный мотор кстати обратите внимание все сухое все красивое для старого автомобиля это как бы ну очень дорогого стоит в свое время на 355 пришлось снять мотор и поменять все резиновые уплотнения эпопея была зимой эпопея было не быстро и но тогда хоть детали не приходилось особенно долго ждать сейчас если этим заниматься ну честно думаю что растянется на многие многие месяцы с нынешней логистикой но и цены конечно тоже впечатляют в плохом смысле этого слова но здесь у нас все по классике уже в те годы ferrari естественно лепили везде свои логотипы но сейчас самая приколюха на мой взгляд лючок крышки точнее лючок бензобака снаружи он запирается на ключик забавно если поднять вот эту всю конструкцию дальше идет пробочка и дальше идет просто труба в общем не знаю как правильно это выразить словами но смотрится в определенной степени смешно потому что но закрывать на ключ лючок бензобака вот например на ключ до такой же как в квартире блин это очень прикольно не крышку запирать как например потом уже пошло а именно лючок закрывать то есть у ferrari вообще с личинками и замков это какая-то мне кажется ну прямо любовь да то есть столько десятилетий делать это на ведом месте ну блин мне кажется что это уже не смешно но тем не менее это так ну в общем то можете кто прям самые кто самые отъявленные фанаты вот этого всего технического контента ну можете на замедленный смотреть я насколько возможно все моменты показываю да то есть именно то что можно посмотреть но в целом что можно сказать все-таки ferrari не зря они инвестировали много-много лет и по сей день форму 1 и в прочие вещи да то есть они ну молодцы в том плане что то что испытывают вместе с этим зарабатывая деньги на гонках потом переносит в дорожные обычные версии ну то есть это ну если вдуматься это очень и очень круто сделано да то есть они вкладывают в автоспорт но в автоспорте испытывают свои же вещи да то есть как бы с одной стороны вроде затратно да но с другой стороны убивают двух зайцев ну если вдуматься ну кстати вот эти все трубчатые конструкции это как раз вот мой небольшой комментарий по этому поводу для тех людей кто присматривается к таким автомобилем так вот когда покупаете такой автомобиль есть знаете какой риск в общем-то полное непонимание сотрудников наших правоохранительных органов в данном случае регистрационных это гибдд о том как раньше наносились номера да и маркировочное обозначение вот на таких ferrari часто с этим возникают проблемы я думаю потому что много об этом слышал у ferrari конструкция трубчатая да ну в общем-то некий каркас на котором либо прямо на трубе какой-нибудь марчелло выбил каким-нибудь там знаете прибором этот номер либо на трубу этот же человек приварил планочку до обычной сваркой то есть без каких-либо изысков и на этой планочке уже набит номер кузова но то есть у нас к этому относятся но как-то совсем негативно сотрудники гибдд поэтому когда вы покупаете такой автомобиль за границей но честно говоря даже не знаю как правильно поступить есть в принципе мануал до к таким машинам и там нарисована вся эта конструкция как она выглядит но опять же убедить наших гаишников в том что это мануал и что так должно быть это вопрос достаточно спорный да ну то есть для них поэтому имейте ввиду что вот к этому моменту регистрации автомобиля надо подходить правильно но это мы вы меня все поняли как да то есть ну надо как-то конструктивно к этому подходить вот если сказать правильно потому что но вы понимаете да то есть намучившись с привозом такого автомобиля потом еще попасть в тупиковую ситуацию с нашими гаишниками но это неправильно поэтому заранее в общем-то занимайтесь этим вопросом обратите внимание колонки да то есть ну типа типа сабвуферы какие-то стоят в ногах причем это как с водительской стороны так и с пассажирской тоже такая необычное решение с другой стороны где-то же надо размещать но и опять фишка ferrari старой машины внутри не красили то есть вот этот весь металл он покрыт каким-то черным грунтом и это на всех автомобилях причем даже но там изнутри капот это понятно крышка багажника ну и как вы видите сильно не заморачивались да то есть покрасили сверху и хватит но зачем тратить краску на какие-то проемы это собственно говоря автомобиль для определенных целей поэтому кстати вот эта надпись на пороге но ferrari это на резине то есть выдавлено на резине и сейчас конечно делают уже всякие алюминиевые пороги и там все это дело вся красота там то раньше ведь это просто было на резинке нарисовано причем ведь комплектация по всей видимости не самая такая убыточная есть электрорегулировки но в принципе теста росы это все-таки крупный автомобиль и он не какого-то низшего класса да здесь по идее должно быть наверно все это в базе вот смотрите больше всего мне понравились здесь подголовники форму у них что-то похоже на какие-то для занятий боксом да какие-то вещи типа лап и там выдавлен логотип но и сам подголовник очень очень странная форма вот кстати кресло да в очень достойном состоянии опять же пару слов на нужно сказать про материалы кресло сделано из кожи но кожа такой толщины что мне кажется еще 50 лет пройдет и вряд ли будет хоть одна трещина то есть это тоже но видимо раньше не умели просто делать плохо но вот это вот как раз 10 из 10 чехольчик он тоже кожаный под рулевой колонкой на клёпочке то есть ты можешь отстегнуть его что-то там поделать и застегнуть назад ну японцы на камре сейчас делают кресло там с молнией я так понимаю шкуру можно он расстегнуть шкуру снять ferrari видите но они заморачивались еще меньше но это правда было там полсотни лет назад но не пол сотни конечно но все равно уже давно руль тоненький сразу как бы у меня сразу перед глазами rolls-royce они до сих пор делают такие рули интересные но он у них толстеет но достаточно медленно ferrari тогда тоже видите какие тонкие делали вот эти вот классические крепления для дорожной сумки единственное упущение сейчас уже вот озвучил видео не подумал надо было посмотреть натуральная ли кожа но думаю что тогда еще как кожа так не использовался в автоиндустрии тем более в такой но на современных машинах ferrari во всяком случае в багажнике то что крепится там всякие сумочки там это все сделано из эко-кожи причем даже искать прессованной бумаги больше похоже и это все трескаются эти ремни ну судя по тому что здесь все живое думаю здесь натуральная кожа ну что еще интересного все конечно начинают думать где же здесь пробег ну к этому сейчас тоже подойдем вот здесь вот у нас куча всяких кнопок рычаг переключения и вот здесь самое интересное здесь у нас есть приборы а вот это вот как раз здесь по моему где-то пробег есть да вот как раз посередине там пробег но почему они так решили сложно сказать но ведь и решили так как решили по поводу механической коробки передач все почему-то восторгаются вот этим селектором да то есть который ну на многих ferrari тех лет ставится ну по мне это очень неудобная вещь не скажу что 100 миллионов раз ездил на механике на ferrari да но несколько раз ездил во всяком случае с непривычки дико неудобно вот это вот попадать туда куда нужно понятно что ко всему привыкаешь но в общем то такое мне не со стороны это красиво но это неудобно но как я вам показывал ferrari рому там это все уже электронная но тем не менее вот эту стилистику они оставили и это было но это там но со стороны некий вид такой как бы механики до вот этой всей конструкции но по факту там естественно не механика но в общем то я думаю что этот ferrari у нас еще будет будем на нем возможно делать то в ближайшее время ну и соответственно поснимаем снизу тоже будет интересно вот здесь четко надо знать где ручка то есть чтобы как-то знаете не выглядеть нелепо когда попытаешься попасть в этот автомобиль дабы люди не подумали что не твой но опять же до привыкаешь но давайте кстати посмотрим на эту дверь со стороны насколько я понимаю что в деталях это идет так дверь отдельно а вот эти вот планки до жабры они тоже идут скорее всего как отдельная конструкция но обратите внимание лампочка на красная которая горит в торце очень очень похожи на жигулевскую и мне кажется что возможно они родственники но пишите да может быть есть какая-то твердая информация по этому поводу но по поводу дизайна салона я думаю вы все поняли да то есть тогда к этому подходили гораздо проще чем сейчас но опять же все в коже прям по-честному все в коже в толстенной и это ну это круто вот по поводу колонки то что им говорил но остальное вот какие-то там обивки пола да вот этот ковролин но мягко говоря так сделано ну не сильно внимательно да я бы сказал небрежно но в целом если посмотреть фильм про энзо у него такой подход был я так понимаю что все драться для спорта все для победы но там какие-то вещи другие это уже там моменты комфорта но это уже не вы не про те годы в общем не могу оторваться вот это от этой детали теперь уже с правой стороны под всеми углами вам его показываю ну интересная вещь реально она интересна вот это вот сверху да это плафон освещения не сразу даже поняла что это такое уже присмотревшись увидел что он оказывается светится но вот эти вентиляционные отверстия воздуховоды у меня на 355 по моему были такие же если мне память не изменяет ну у кого есть эти автомобили на руках пишите я думаю у кого-то ты кто смотрит наверняка должен быть но мне кажется это прям копия такие же эти самые воздуховода здесь вот кстати такой карманчик с той стороны в нем даже что-то лежит хозяйская но это понимаю что сюда можно положить документы вот надпись ferrari на резиночке ну и давайте посмотрим уж под ковром что там происходит сильно наглеть не будем глубоко не полезем но видите как и на каких-нибудь там старых-старых mercedes там по моему тоже так было все не сильно застелено коврами если опять же правильно помню но в общем в целом если все обобщить то конечно вещь реально крутая одну с этим не поспоришь это прям четко да то есть очень и очень такая old money штука но тут надо понимать что во первых чтобы то такой вещи кататься если на кататься на не каждое лето ну имейте запас денег ну так уже в лоб говоря опять же имейте терпение что нужно ждать запчасти обслуживать тоже надо в определенных местах там где люди те кто обслуживает эти машины видели потому что на первый взгляд все смотрится не так сложно это в принципе не сложно но опять же могут что-нибудь сломать ну просто по незнанию и вот каждые вещи в свое время хотел заморочиться у меня были вопросы по своей машине по 355 салоном в общем я посчитал историю восстановления салонов там вентиляционные отверстия были у меня не оригинальные в общем цены на все настолько высокие что ну прям неприлично высокие за границей и ничего нет то есть если что-то ты нашел в ebay в америке то есть и там с красными глазами дрожащими руками жмешь кнопку лишь бы это купить но то есть надо понимать что те машины которым 30 лет плюс но все-таки они дорожают каждый год это круто да но в них тоже нужно инвестировать деньги но и быть готовым к тому что любая вещь может сломаться но по поводу цвета да вы уже поняли роса-корса все красиво видите и капот изнутри черный такой цвет причем похоже знаете-ка на как на как смола какая-то вот все ferrari были такие но вот здесь тоже видите все прикрыто ковриками ну то есть она не то что как вот в новых ferrari открываешь вот эту вот часть там такой уже корыто стоит его просто вынимаешь полностью все там приклеенный ковролин но все классно здесь нет здесь кусочки ковра так они лежат на своих местах но но все можно снять вот здесь как раз у нас куча всяких горловин для жидкости в принципе удобно потому что у ferrari у молодых например залить жидкости вымыватель но тоже целая история потому что очень узкая горлышко и находится в каком месте совсем непристойным в общем я надеюсь что дал вам представление о том что такое мечта опять же представление о том что с ней будет жить весело во всех отношениях ну и естественно но надо быть к этому готовым поэтому если вдруг хотите купить что-то у такого возраста обязательно сначала все изучите изучите как следует но я думаю наверно вас немножко подутомил заканчиваем мы сегодняшнее видео в принципе резюмируя очень рад тому что приехал этот автомобиль опять же очень рад тому что вам его показал ну и надеюсь на ваши комментарии думаю будет куча вопросов это кстати вот чтобы колесико поменять такой ключик в общем пишите в комментариях понравилось не понравилось ну и буду стараться вам показывать что-нибудь интересное ну я пошел работать